Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в эфире радиостанции «Голос надежды» звучит программа студенческого радио из Заокска. Дорогие друзья, с вами снова студенческое радио ЗВФМ, и сегодня у нас необычайно добрый, добрый выпуск, потому что в гостях у нас необычайно добрый человек. И в гостях у нас сегодня наставник женского общежития. Университетская мама для многих студентов. В гостях у нас сегодня Ема Алексеевна Сальникова. Здравствуйте! Здравствуйте! Она мама и для нас является, да? Конечно! Ну, для начала давайте расскажите нам немного о себе. Откуда вы к нам приехали, и вообще сколько лет вы уже в Заокске? Так подробно. Приехала я сюда в 1995 году из города Сочи. Кажется, что это было давно, и вместе уже с тем совершенно недавно, потому что время так быстро летит, что еще и все, кто там остался, родные, близкие, и уже достаточно много друзей здесь, которым привыкла и которых очень полюбила. А вы сразу стали наставницей общежития, либо вы какое-то другое служение сначала совершали? Нет, поначалу я работала комендантом общежития, а потом плавно мне добавили еще одну должность. А вот в чем разница комендант и наставник? Да я тоже хотела это спросить. Ну, комендант — это тот, кто заселяет в общежитии, кто заботится о том, чтобы там были вещи самые первые необходимые, самые необходимые вещи — кровать, стол, шкаф, тумбочка. А уже что касается наставничества, это, наверное, дружба со студентами, как-то проникнуть в их нужды, в их радости, в их переживания, жить их жизнью. Вот это, наверное, и есть наставничество. Теплая забота о нас. Забота, да, любовь. На самом деле, друзья, это что-то невероятное. Это бессонные ночи, это готовность помочь студенту, даже если в три часа ночи что-то произойдет, это очень-очень служение, если можно так выразиться. А сколько лет, получается, вы уже на этом посту? Ну, я, в принципе, работаю здесь с 96-го года. Это уже, давайте посчитаем, сколько. 17 лет? 17 лет почти, да. Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу, да. Хорошо, еще интересно было бы спросить у вас о вашей семье. Я знаю практически всех ваших детей, и они невероятные тоже люди, просто фонтаны позитива эмоций. Ну вот, а я не знаю. Вот сейчас и услышу. Я хочу узнать, и не только я. У нас большая семья. Значит, с нами живет мама наша, муж есть у меня, Сашенька, которого очень люблю, и пять детей. Ну, дети уже выросли очень быстро, и сейчас уже каждый из них где-то находится. Вот так получилось, что вот мы буквально первый год остались одни, и, если так можно сказать, как бы переживаем этот момент, и благодаря студентам этот процесс проходит более мягко, потому что у нас дома практически постоянно кто-нибудь есть с друзей, с гостей. Это здорово. У вас 200 детей. Да. Их половина мальчиков, половина девочек. Хорошо, большое спасибо. Нехило-то. Да, жизнь в вашем доме всегда бьет фонтаном. Я, на самом деле, приехал из такого же дома, где постоянно что-то происходило, где постоянно были гости, и для меня вот особый уют я чувствую, когда у вас в гостях. И это здорово, друзья. Нужно, чтобы у каждого в доме была такая жизнь искрометная. Я, когда была маленькая, как-то так получилось, что мы жили в Киеве, и такой дом большой, пятиэтажный был, там сильно много детей, и мы всегда летом играли в дочке матери возле дома, расстилали покрывало, и так интересно, я всегда говорила, что когда я буду большая, у меня будет 100 детей. Никогда не знала, что будет 10. А получилось больше. Слава богу. Давайте теперь немножко поговорим о нашей сегодняшней теме. Мы сегодня говорим о чуде, чуде в жизни человека, в жизни христианина, и давайте сначала определимся, что же такое чудо. На самом деле, иметь 200 детей – это тоже чудо. Это 100% чудо, но вот если более общее, что такое чудо в нашей жизни? Ну, это что-то то, что, я думаю, что от нас не зависит, что-то прекрасное, что-то то, что мы получаем из рук Бога, то, что не в человеческих силах – это чудо, для меня лично это чудо. А как вы считаете, случаются ли чудеса в вашей жизни? Если да, то с какой интенсивностью? Ну, если честно, то мне кажется, что вообще вся моя жизнь – это чудо. Потому что Господь меня такими путями удивительными по жизни провёл, что не раз я просто восклицала «Господь, как ты дивен, как ты велик!» Всё, что происходит, это только в твоих силах. Поэтому для меня чудо – это реальность жизни. То есть это, получается, не единичные случаи, а это процесс, процесс всей жизни. Да, да. А вы никогда не думали, что это может быть не чудо Бога, а просто случайность? Ну, если я несколько таких случайностей вам расскажу, то вы скажете «О, Мария Алексеевна, это чудо!» Мы поговорим о ней сегодня. А в каких случаях Бог творит чудеса? Может быть, в самых крайних жизненных ситуациях, когда уже другого решения нету. Или Он даёт нам чудеса, посылает каждый день? Ну, знаете как, конечно, если считать то, что сама жизнь – это чудо, то это происходит каждый день. Мне кажется, что всё дело в том, что не всегда мы это замечаем. И поэтому в последнее время я даже стала так молиться и просить, что Отец Небесный, пожалуйста, открой мне глаза и улучши мой слух, чтобы я слышала, что ты говоришь, и чтобы видела, что ты делаешь. Потому что дело в том, что мы можем жить и погружаться в какие-то свои обыденные дела и даже не замечать, как много Господь всего для нас делает. И чаще всего так и бывает, что мы не замечаем. Но Господь постоянно творит чудеса в нашей жизни. А вот какие примеры таких вот незамечаемых чудес вы можете привести? Незамечаемых? Ну, например, когда я ещё жила в Сочи, у нас там очень хорошая дружная церковь была, и мне всегда хотелось во время перевыборов церковных, чтобы меня выбрали привратником. Это тот человек, который встречает людей, которые приходят в церковь, и как-то приглашает их пройти, сесть, там место показать, лучше что-то о церкви рассказать. И каждый раз, когда я в таком ожидании была, и даже когда просила на избирательной этой комиссии, что, ну, пожалуйста, дайте мне это служение. Мне как-то его никогда не давали. То я занималась молодёжным отделом, то была там учительом в субботней школе, то там в хоре пела. Но это служение как-то мне никогда в жизни не досталось. Когда мы переехали жить сюда, в Заокский, у меня эта мечта так и осталась несбыточной. Я в церкви всё время говорила, ну, выберите меня, пожалуйста, привратником. И опять все смеялись, никто мне как бы не выбирал привратником в церкви. И однажды, уже, наверное, так лет, наверное, 8-9 проработала в академии, и здесь был один съезд. Приехали представители московской миссии, им нужно было выбрать руководителя миссии. И как-то этот съезд очень долго задержался. И уже как бы время рабочее закончилось, и поздно, вечером в 11 часов подошли братья и просят, Мария Алексеевна, вы бы не могли ещё на работе задержаться, потому что дело в том, что у нас, мы сейчас позвонили брату одному, и он должен подумать пару часов, сможет он согласиться на эту должность руководящую или нет. И только тогда даст нам ответ. Если он скажет, что он согласен, то тогда мы уедем. А если он скажет, что он не согласен, то нам придётся тогда остаться до утра, и мы бы попросили вас, чтобы вы нас куда-то расселили, чтобы мы переночевали. Я говорю, ну хорошо, я пару часов подожду. Спустилась в холл корпуса Макнилоса, это у нас в общежитии, села за стол, ну и стала мысленно разговаривать с Господом. И так говорю, Господь дорогой, ну вот я тебе так благодарна за жизнь, за то, что ты её так чудесно устроил, за то, что ты меня благословляешь, что ты дал работу, что ты исполняешь мои желания, что ты так во всём мне помогаешь. Но только бы так Господь хотел тебя спросить, вот ты на все мои нужды отвечаешь. Ну вот я тебя так долго просила, и ты никогда, никогда не вспомнил моё желание быть вот привратником в церкви. Так бы хотела быть привратником в церкви. Так молюсь и сижу, и вдруг слышу чёткий вопрос. Машенька, а что ты сейчас делаешь? Я вздрогнула всем телом. У меня был такой шок. Я поняла, что Господь уже во сто крат увеличил эти возможности привратнические, что Он не то, что я просила просто, пожалуйста, Иисус, хочу в церкви быть привратником, а Господь меня возвёл на эту святую гору, потому что для меня заокский — это высота земли. Господь уже поселил меня здесь, дал мне возможность встречать не то, что десятки людей, не сотни, а тысячи людей, которых я здесь могу встречать, могу помогать, могу устраивать, как-то могу способствовать улучшению возможностей здесь находиться, и я это никогда не узнала. Я жила уже в этом чуде многие годы, и я даже на ум не приходила, что Господь давным-давно ответил на мою молитву. То есть Господь на наше желание отвечает всегда. Не всегда мы можем распознать то, что Он это уже ответил. Продолжаем просить, а оказывается, Господь уже ответил во сто крат больше, чем мы просили. Бог делает чудеса абсолютно в жизни каждого человека. Но есть люди, которые всё-таки не верят в чудеса, они отрицают этот факт и говорят, что это просто случайность. Вот что Вы можете пожелать этим людям? Чтобы они обращались к Богу и честно Ему говорили, что «Господи, покажи мне чудеса Твои», и они это очень быстро увидят. Это реально, и Господь силен каждому человеку показать, насколько Он великий, прекрасен, чтобы вызвать чувство восторга у человека. Хорошо. Света затронула важный вопрос. Как поверить в чудо? Чтобы поверить в чудо, важно видеть чудо, обращать внимание на примеры чудес. И вот, например, множество примеров невероятнейших чудес мы можем найти в Священном Писании. Библия, она полна описаний того, как Бог чудесным образом что-то невероятное совершал. Множество историй. Какая из всех этих чудесных историй, чудес библейских, самая любимая для Вас? Ну, меня очень сильно потрясает любовь Иисуса Христа к людям. И не знаю, может, кому-то еще эта история очень нравится или кого-то сильно потрясла, но я, когда читаю ее или мысленно повторяю, я без слез практически не могу это делать. Может быть, вы помните тот момент, когда к Иисусу Христу подвели женщину, взятую при любодеянии. И по всем законам все, что они могли сделать и должны были сделать, это взять камни и побить ее камнями. И в этот момент, когда эта женщина, я представляю, как она понимала, что она не права в своей жизни, и, может быть, она уже даже в страхе закрыла глаза и готова была принять на себя эти тяжелые удары острых камней. Она уже должна была, в принципе, принять смерть, и она вдруг услышала слова, что «прощаются грехи твоей идеи, предни греши». Мне кажется, что как для нее это было великое чудо, так и я часто живу этим чудом, когда я чувствую, что что-то неправильно сделала, какой-то свершила, не тот поступок, или не то сказала, что должна была сделать, что не должна была говорить. Вот. И я тоже тогда, вот я испытываю это же чудо, что испытала эта женщина, когда вместо осуждения, вместо смертного приговора я слышу прощающие слова Господа. Для меня это чудо, реальное чудо. Это чудо милости. И воистину мы, студенты, в своей жизни очень часто с этим встречаемся. Бог нас милует. Просто действительно, ты иногда обращаешь внимание, как ты себя ведешь, и зачастую это, естественно, не идеальное поведение. Очень много мы, конечно, ошибаемся, очень много лень мешает нам воплотить какие-то задания, мечты в жизни. Но как Бог на это реагирует? Если бы я был на месте Бога, я бы не смог провести столько милости. А Он, Он настолько чудесен, и настолько вот-вот просто, мы не заслуживаем, а Он дает. Вот оно, величайшее чудо, чудо милости. Да, если бы вы зашли к нам домой, там, где мы живем, я думаю, Даник, ты же не раз читал эту строку. У нас дома большими буквами в центре зала написано, что все это чудо милости Твоей, Господи. Аминь. Вот оно. Ну, а теперь перейдем, как мне кажется, к кульминации нашей программы. Расскажите о чудесах, которые происходили в вашей жизни. Мы знаем с Даником, что вам есть, что рассказать нашим радиослушателям. Самые яркие опыты какие-нибудь. Самые яркие. Ну, и мне бы сейчас очень хотелось, чтобы меня далеко в Сочи еще Танечка услышала подскань, потому что я буду о ней рассказывать. Вот прямо сейчас мне вспомнилось это чрезвычайно удивительное событие, чудо. Я по-другому не могу сказать. Значит, Танечка сама по специальности медсестра и в молодом возрасте, когда работала еще в больнице, тяжело заболела. И так случилось, что она уже долгие годы на инвалидной коляске была. И однажды, когда мы с ней разговаривали, она мне говорит, «Ой, если бы как-нибудь исполнилась моя мечта, если бы кто-нибудь меня отвез к морю, я так бы хотела поплавать». А я ей говорю, «Ну, так давай я тебя повезу». Я говорю, «А разве ты можешь плавать?» Ну, я вижу, что она ходить не может. Думаю, как она может плавать? Она говорит, «Да, я очень хорошо плаваю, и это не мешает мне, что я буду руками плыть, и я очень бы хорошо отдохнула». Ну, значит, я говорю, «Хорошо, мы это сделаем, здесь ничего такого сложного нету, давай я подъеду к тебе и повезу тебя». Значит, вот наступил, наконец, желанный день, была очень хорошая солнечная погода, и мы приехали на Сочинский пляж прямо в центре города, возле речного порта. Она, значит, я её на коляске подвезла прямо к морю, вот, значит, она поплыла. Поплыла, а я сижу на берегу, читаю. Ну, значит, может, она там минут 15-20 поплавала, и вдруг зовёт меня, я подбегаю прямо в воду, забегаю, и она такая вся встревоженная, говорит, «У меня большая проблема, у меня очень большое горе случилось, такое переживание». Я говорю, «Что случилось?» Она говорит, «Ты представляешь, я не сняла цепочку, и на цепочке был маленький кораблик. Это память от моей бабушки. Бабушки уже много лет нету. И вот эта цепочка как-то расстегнулась, я схватила цепочку, чтобы она не упала в воду, а кораблик упал. И вот я сколько этот кораблик не искала, золотой, а нету, потому что волны, там же камни, не песчаное дно, каменное, я не могу найти». Значит, она плачет, и я понимаю, что это нереально найти этот маленький кораблик в бушующем море. И я тогда говорю, «Танюша, сейчас мы помолимся, и Господь нам поможет». И вот я начинаю молиться, и говорю, «Господи, пожалуйста, помоги найти этот маленький кораблик». Я понимаю, что это нереально, и я понимаю, что я его не найду. Это можешь сделать только ты. Господь дорогой, пожалуйста, соверши это чудо, пожалуйста, чтобы этот день не был обращен. Ты же видишь, как Таня радуется, что она может плавать. И теперь что же? Вместо радости такое огорчение. Я ходила, не знаю, наверное, часа два-три на этом месте, которое она мне показала. Я доставала камни, я эти камни брала в руки. Я доставала в такую мелкую гальку, такую серую. Я всё время рассматривала. Уже люди с моря стали подходить и спрашивают, что вы ищете? С берега, значит, подходят, что вы ищете? Что вы так долго ищете? Я ей рассказываю, что это вот потерялся маленький кораблик. И все просто смеются и говорят, ну, что вы хоть сутки его, хоть трое суток ищите, понятно, что не найдёте. Вы уже несколько часов ищете. Здесь уже давно всё замыло камешками. Но я не могла себе представить, как я уйду, не нашедший этот кораблик. Я снова и снова молилась. Я с каждой горстью, которую брала в руки, я говорила, Господи, пожалуйста, пожалуйста, помоги мне. Я умоляю тебя, пожалуйста, мне помоги. И можете себе представить, что в один из очередных раз, когда я наклонилась и достала горсть камешков с этим серым песком, у меня прямо сверху сиял кораблик. Я там прыгала, как малый ребёнок, я так радовалась. Это чудо, это самое настоящее чудо. И те люди, которые были свидетелями, которые мне говорили, что да вы не найдёте, да что же вы тратите столько времени. Я потом с этим корабликом ходила по всему пляжу, показывала, посмотрите, посмотрите, какой радость. Это тот Бог, который может и в вашей жизни творить чудеса. Так что бывают чудеса такие, которые нереальны, но не бывают. На самом деле это сыграло очень большую роль, ваша вера. Конечно. Без веры, мне кажется, ничего бы не было. И позитивный настрой. Да. Надежда в то, что всё получится. На самом деле вот такие вот мелочи зачастую очень важны. А мне кажется, что Господь ещё раз показал, что Он всемогущий, что для Него нет ничего невозможного. Наш Бог может всё. На самом деле это ещё был огромный опыт. И для тех неверующих людей, которые увидели, они поняли, что действительно ваша вера крепкая, вы действительно верите в живого Бога, который действительно вам помог. Интересно. Обычно очень много опытов у людей, связанных с их семейной жизнью. Потому что что-то может происходить с нашими близкими, может быть, даже связанное что-то с их здоровьем, с их учёбой. Очень много разных аспектов жизни. И здесь тоже имеет место чудо. Слава Богу. Расскажите какой-нибудь опыт, какое-нибудь чудо из вашей жизни, связанное именно с семьёй. Я уверен, что сейчас придётся выбирать из нескольких тысяч различных случаев. Ну, так, а как вы хотите, из детства детей или вот с сосудой жизни? А давайте из детства. Это будет интереснее. Ну, хорошо. Тогда мы ещё в Сочи жили, потому что в Сочи они были маленькими. Однажды нас друзья пригласили на Мацесту. Это такой район, где очень много гор в Сочи. И наши друзья, Валера с Надей, жили на очень высокой горе. И там ближайшие их соседи где-то через полкилометра только жили. Мы пришли к ним, и они нам говорят, что у нас здесь персиковый сад рядышком, и уже урожай собрали, а мы пошли после урожая в траве насобирали персиков. Вот пока мы ели эти персики, наслаждались этой радостью, рассказывали... Мы спрашиваем, вам не страшно жить на этой горе? Нигде ни соседи, ничего. Тут никто вас не может напугать, ничего. Они говорят, да нет, ну что, бывает всякое, но к нам никто не приходил. Однажды, говорят, на соседней горе к дедушке и бабушке пришли ребята, ограбили их ночью, там забрали все ценности в доме. Ну и значит, это редко типа бывает. Ну и так вот весь вечер мы провели в том, что рассказывали всякие ужастики друг другу. Страшилки. Страшилки, да, что случается же много всего нехорошего на земле. Ну и так вот мы рассказывали, рассказывали, потом поздно разошлись спать. А у них такой дом, так как это на горе, то как бы вот ты заходишь с этой стороны первый этаж, а уже комната находится как на втором этаже, внизу большое подвальное помещение на первом этаже. И вот мы как бы на втором этаже спали. Была очень жаркая ночь, и значит, мы детей положили на одну кровать, сами легли на другую. Комнатка маленькая, что вот только две кроватки и столик между кроватями стоит, и сразу окно. И всё, это такая маленькая комнатка. Вот. И значит, ночью спим, и вдруг среди ночи такой сильнейший стук, какой-то грохот разбитых стёкол. И мы с мужем как-то вскочили быстро. Вот. Ну, понятно, что кто-то разбил стёкла. Я подумала, что, наверное, кто-то пришёл, вот-вот тебе и не надо долго ждать. Вот теперь и пришли грабители. Очень сильно напугалась. Муж включил свет в комнате, побежал на улицу, а я стою на коленях прямо в кровати и молюсь, что, Господи, пожалуйста, сохрани его жизнь там, чтобы ничего не случилось, чтобы никто там, ну, не знаю, ничего с ним не сделал. И вот эти несколько минут, пока я находилась в молитве, я слышу, муж возвращается, я открываю глаза и не могу поверить своим глазам. Муж заносит в комнату на руках спящего нашего старшего сына Сашеньку. Я вообще в таком шоке была. Не пойму, что, как, откуда, почему, где. Пока я молилась, я даже не посмотрела, что ребёнка нет на соседней кровати. И муж мне рассказывает, говорит, когда мы спали, мне приснилось, что по мне ползёт змея. И я ещё эту змею как бы столкнул с себя во сне. А это сын наш проснулся. Мы не знаем, что ему приснилось. Может, он хотел по какой-то нужде куда-то пойти, потому что мы не в своём доме были. Мы не знаем, потому что спали. И он прополз по мужу, встал на стол и вышел на улицу. А на первом этаже к стенке были приставлены стёкла, которыми должны были застеклить веранду. А сколько ребёнку было? Ему было 6 лет. Он упал в эти стёкла ножками вниз, пробил стёкла ногами, и пяточки были целые, не порезанные. И только была маленькая царапинка выше колена. И ребёнок даже не проснулся. Папа его достал с этого стекла, принёс, положил, и Сашенька продолжал спать дальше. Это такое чудо, которое необъяснимо. Во-первых, как он упал, разбил стекло, не порезал ножки. Второе, как он не проснулся. И третье, как мы, родители, не могли даже заметить, что ребёнка нет. И это случилось, когда мы были рядом. И я до сих пор понимаю, что то, что записано в Священном Писании, где сказано, что если не сохранит Господь, то напрасно бодрствует страж. И таких случаев в жизни было очень много, когда мы, родители, находились рядом со своими детьми, но мы не могли сохранить их жизнь, потому что то, что творил Господь в судьбах наших детей, это мог сотворить только Бог. Поэтому я Богу благодарна днём и ночью за то, что Он сохранил детей. Они много растонули, они без разрешения уходили на море. Сейчас, когда они взрослые, вот Лёнечка недавно только рассказал, что когда мы с папой были на работе, они тайком уходили на море. И что несколько раз сам Лёнечка тонул, и старший брат его спасал. То есть это ещё раз подтверждает то, что если бы не Господь, то никто бы не мог сохранить наших детей. Мы за это очень благодарны Господу. И ещё одна уникальная возможность у вас есть. Вы можете что-то нашим дорогим радиослушателям пожелать, что-то, какое-то наставление для будущего, для их укрепления. Ну что, конечно же, я от всей души, от всего сердца хотела бы пожелать каждому обращаться к Господу во всех трудностях, во всех сложных ситуациях жизни и ожидать от Господа ответа. Это нелегко. Иногда Господь отвечает сразу, когда мы просим Его. Иногда Господь удерживает свою руку от того, чтобы дать нам то, чего мы от Господа просим и чего ожидаем. И потом впоследствии, когда проходит время, я даже сама иногда благодарю Господа и говорю, спасибо, Господь, что Ты не ответил на ту мою молитву, потому что это было бы мне во вред. То есть вот моё пожелание, чтобы доверяли Господу свои нужды, чтобы рассказывали Ему всё о себе и просили ответов именно тех, которые будут нам на пользу. Вот Господь всегда отвечает, но пусть бы каждый не обижался на Господа, если какая-то мечта, какое-то желание не получило того завершения, которого мы ожидаем, чтобы просто доверяли Господу и знали, что Он для каждого из нас делает и готов сделать всё самое наилучшее. Большое спасибо. Спасибо. Друзья, чудеса окружают нас постоянно. Они постоянно вокруг нас, и наше радио — это чудо. То, что мы можем вещать, и то, что вы слышите нас, это всё чудеса. И одно такое чудо случилось сегодня. У нас был чудесный гость, с которым мы размышляли, а главное — мы слышали живые опыты из жизни этого человека. Пусть они ободрят вас, дорогие радиослушатели. А вам, Мария Алексеевна, мы желаем ещё новых и больше-больше-больше живых опытов с нашим дорогим Небесным Отцом. Спасибо вам. Благословение. Спасибо за беседу. Дорогие друзья, чудеса вокруг нас. Главное — замечать их и благодарить за них Бога. А также помните, что чудо может стать уроком на всю жизнь. А самое главное — мы можем стать чудом для кого-то. Давайте стремимся к этому. Самое главное — верьте в эти чудеса. И слушайте Зоа ФМ. С вами были ваши чудесные ведущие Данил. И Светлана. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Наша передача на этом заканчивается. Ждём ваши отзывы об этой программе. Пишите нам по адресу 127-473, Москва, Абонентский ящик 3, Христианская радиостанция «Голос Надежды». Адрес нашей веб-страницы в интернете www.golosnadежды.ru До свидания. Господь да сохранит вас всех от зла. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!